Ибрагим Цуров С выбором будущей профессии он определился ещё в детстве. Теперь последовательно идёт к намеченной цели. Я хочу там после армии даже по контракту пойти, дальше работать там. Каждый мужчина должен поехать в армию. Это по-любому. Потому что в армии много чего набирается человек. И становится хорошим, нормальным, правым человеком. А провожают Ибрагима родные, мама и сестра. Расставание с родственниками и домом, пожалуй, самый трепетный момент. Провожающие, как правило, пытаются скрыть свои переживания, стараясь не расстраивать будущих солдат. Не хочу отпускать с одной стороны, а с другой. Ему в дальнейшем нужно выйти на работу. А сейчас в наше время без военного билета это очень трудно. То есть год быстро пролетит и ему будет талантом легче. А будешь ли ты скучать по брату? Конечно. Я уже скучаю. Проводить призывников пришли не только их родственники. На мероприятии присутствовали и представители госвласти региона, военного комиссариата юноармейцы. Церемония отправки призывников, проводимая именно на плацу кадетского корпуса, придает событию настоящий пафос. Призывников поздравляли и говорили им теплые напутственные слова. Этот день, конечно же, у вас останется на всю жизнь. Я от имени и главы республики Ингушетия, и правительства республики Ингушетия пришла сегодня поздравить вас с этим действительно для вас знаменательным днем. Строгую военную атмосферу для гостей, провожающих и самих призывников разбавляет культурная программа. Музыкальные композиции в исполнении звезд ингушской эстрады настраивают и поднимают у боевой дух будущих солдат. Музыкальные композиции «Служить в сухопутные войска в город Вольск Саратовской области». Это учебка. Там у меня будет проходить служба на протяжении пяти месяцев. В дальнейшем меня направят уже для службы в другую часть. Каждый мужчина должен отслужить в нашей стране. Это во-первых. Во-вторых, также, чтобы связать свою жизнь дальнейшим с военным делом, чтобы привести себя в порядок как и физически, так и морально, подтянуть дисциплину, подтянуть еще кое-какие аспекты, для того, чтобы я смог, как я уже сказал, продолжить в дальнейшем заниматься военным делом. Понятие уклонения от армии для этих парней вовсе чуждо. Ингушетия в этом году отправит в ряды Вооруженных сил России 120 новобранцев. География обширна и охватывает всю страну. Эта отправка состоит из 15 призывников. Забираем 10 человек. Видно, у ребят есть огонь в глазах. Хотят служить. Все такие добровольцы. В принципе, достойные бойцы. Проведение церемонии и отправки на территории кадетского корпуса обусловлено необходимостью взаимодействия, знакомства призывников с бытом, условиями прохождения учебы в корпусе. Это своего рода новшество. Кадетский корпус аналогичен армейской казарме. И здесь новобранцы могут близко увидеть, с чем предстоит им столкнуться по приезде в армию. Мы должны совершенствоваться. Поэтому одна из идей, и мне, и руководителю Горского кадетского корпуса пришла эта идея, чтобы показать и нашим юным кадетам, с чем они будут сталкиваться в дальнейшей своей жизни. Следующая отправка состоится 26 числа. Отправляя призывников в армию, кто-то из провожающих читает молитву, другие просто смотрят молча вслед. Но все чувствуют гордость и планируют встретить их, уже имеющих воинские звания, ровно через год. Впереди 12 месяцев службы. Оправдайте надежду и ожидания родителей, друзей и всего ингушского народа. Они просто обязаны. Исуп Гелесханов, Тамерлан Ужахов, Новости 24.